Привет, просветители. Есть у меня ощущение, что даже в министерстве просвещения, поняли? Звучит как-то странно. Что просто добавлять предметы не глядя и на все возражения отвечать ЭТО ВНЕ УРОЧКА Уже не получится. Резерв исчерпан. Не, ну так-то еще 10-м уроком в четверг можно поставить. Если зайти на Дзен и почитать там комментарии под новостями образования, выбрал именно Дзен, потому что там обычно самая лояльная ко всему спускаемому сверху аудитория. Хотя есть же еще одноклассники. Так вот, даже на Дзене родители возмущаются, что школьники просто не справляются с этим потоком нововведений. Да, рано или поздно место в стакане должно было закончиться. Хочешь добавить еще воды? Придется сначала немного вылить. И тут у меня для вас две новости. Во-первых, наливать все еще хотят. Да-да, новые уроки. А во-вторых, похоже, нашли первый предмет, от которого решили избавиться, чтобы освободить место для чего-то по-настоящему полезного. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Семьеведение стучится. Семьеведение. Важно говорить о семье в процессе преподавания разных предметов, но имея в виду одну общую цель. Этой теме можно и нужно уделять внимание в рамках урочной деятельности в курсе беседы и разговора о важном. Думу имеет смысл поддержать введение особого курса семьеведения, могущего стать подспорьем в этой важной воспитательной работе. Как вы знаете, патриарх был не единственным, кто заговорил о семьеведении. Председатель комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Нина Астанина уверена, что ей удастся убедить Минпросвещение ввести в школах предмет семьеведения с 2024 года. Пожелаем мне неудачи. Неоднократно говорила о новом уроке и Татьяна Буцкая. Давно ее что-то на канале не было. Рабочая группа в Госдуме занимается разработкой концепции урока по семьеведению, сообщила в пятницу первый зампред Думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Я хочу несколько слов сказать про семьеведение. Это очень важная тема, которой сейчас занимается наш комитет по вопросам семьи, женщин и детей. У нас есть даже отдельная рабочая группа, рассказала она в ходе круглого стола в общественной палате. Ну а так как этот год у нас год в семьи, об этом вон даже своим подписчикам тиктокерша Маша заявила. Чисто по доброте душевной. Я совершенно не удивлюсь, если уже в этом сентябре семьеведение появится в каждой российской школе. Я про это неоднократно говорил. Но вот что меня удивило под новый предмет и под все остальные гениальные инициативы. Можете не сомневаться, это не последнее нововведение. Похоже, решили освободить полянку. Зачистить, как говорится. Ну надо же для обязательных трудов место найти. А не то уж точно уже с сентября в расписании. Что же решили убрать? Разговоры о важном? Россию мои горизонты? Конечно! Уроки общества знания. Хочется сказать спасибо, что не русский с математикой. Это, наверное, на следующий год приберегли. Новость о том, что общество знания ждут большие перемены, появилась 20 января. У нас этот предмет преподавался с 6-7 классов. Сейчас будет выведен он в старшее звено. Но главное не в этом, а в том, что программа уже меняется. Да нет. Подобное перераспределение по классам тоже весьма важно. Хотя бы потому, что ОГЭ по обществознанию самый популярный. Вот статистика за прошлый год. 1 марта завершилась регистрация на ОГЭ 2023 года. Рособорнадзор опубликовал первую любопытную статистику экзамена. 800 тысяч человек зарегистрировались на ОГЭ по обществознанию. 600 тысяч на ОГЭ по географии. 500 на ОГЭ по информатике и КТ. Более 50 тысяч на ОГЭ по истории. Ну вот и сравните. Обществознание и историю. И поэтому говорить, что перераспределение часов по классам не особо важно, когда по факту вы меняете самый популярный экзамен по выбору, ну, довольно странно. Те школьники, которым в ближайшие годы ОГЭ сдавать, точно готовы к тому, что экзамен по обществознанию им, похоже, уже не светит. Или вы им в сентябре об этом сообщите. Но, окей, что там с программой? Но главное не в этом, а в том, что программа уже меняется. Потому что она по своему содержанию не отвечает той суверенной системе образования единому образовательному процессу, который мы сейчас выстраиваем, сказала сенатор. Опять прозвучало это красивое словосочетание «суверенная система образования». Все еще не представляю, что это такое. Вот, допустим, возьмем программу на этот год для седьмого класса. Что здесь суверенной системе российского образования мешает? Какие темы? Основы гражданского права? Основы прав и свобод человека? «Суверенная система образования нашей страны – это опора на традиции, на традиционные духовно-нравственные ценности, на все лучшее, что было в советской системе образования и на то, что есть в современной системе образования. Мы хотим, чтобы у наших школьников был широкий кругозор, чтобы их таланты развивались, чтобы они изучали нашу историю, культуру, достижения, творчество великих писателей и поэтов», – поделился Сергей Кравцов. А до того, как в 22-м году Кравцов о суверенной системе заговорил, министерство не хотело развивать таланты школьников и расширять их кругозор. А вот это что такое? Мы хотим, чтобы школьники изучали нашу историю и творчество великих писателей и поэтов. Похоже, изучение истории литературы тоже ноу-хау 22-го года, но все равно не особенно понятно. А чем общество знаний-то не угодило? «Как утверждает сенатор, изменения по перераспределению часов в учебном плане школьной программы могут внести с 1 сентября 24-го года. Они, часы, будут выведены, скорее всего, в 9-е и 10-е классы», – рассказала Екатерина Алтабаева. Я шутил по поводу 10-го урока в четверг. Я правда шутил. Вообще, конечно, тот факт, что именно общество знаний решили перераспределить, не особо удивляет. Вот, к примеру, что совсем недавно говорил Мединский. «Он назвал ситуацию, когда ЕГЭ по истории выбирают мало учеников, плохой. Он предположил, что в будущем может появиться экзамен в виде единого предмета «История и общество знания». Наверное, в будущем, то есть не завтра, а в будущем, появится единый предмет на ЕГЭ – «История с элементами общества знания». Тогда все будут выбирать историю и будут знать ее лучше. Но сначала давайте разберемся с содержанием предмета, а потом и с методикой оценки знания», – подчеркнул Мединский. Действительно, когда с каждой высокой трибуны кричат о важности истории, даже учебник новый подготовили. А сдающих экзамен кот наплакал, это смотрится как-то не особо красиво. Но вот если попытаться перетащить выпускников из общества знания, в декабре ректор МГИМО заявил следующее. Я совершенно вам стопроцентно могу сказать, что хорошее знание истории для начинающих изучать юриспруденцию намного важнее, чем знать, на мой взгляд, до конца так и не сложившийся в четкую систему курс общества знания. Я совершенно вам стопроцентно могу сказать, что для поступающих на переводчика гораздо важнее знать русский язык, а не английский. Мнение ректора поддержал Сергей Кравцов и педагоги, которые участвовали в форуме. В том же месяце по учительским пабликам ВК стала распространяться информация, что уроки общества знания резко сократят. Тогда в это, конечно, мало кто поверил, ну потому что кто тронет самый популярный на экзаменах предмет. Хотят отменить общество знания до восьмого класса включительно, а в девятых-одиннадцатых классах оставить преимущественно практикориентированный курс, типа как платить налоги и тому подобное. Высвободившиеся часы пойдут в восьмом классе чисто на историю, будет три часа в неделю. С пятыми-седьмыми классами как-то хитро. В пятом классе не менее десяти часов отводится на курс «Россия – наш общий дом», разрабатываемого Минпросвещения РФ на основе существующего курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». И еще сколько-то часов на региональную историю, но в сумме на все это 34 часа. Что я вам говорил про новые уроки? Количество часов общества знания в общей школе сократить до 34 часов, сейчас 136. В средней школе сократить до 102, сейчас 136. Лица выпускников, которым ЕГЭ по обществу нужно, представили? А учителей? Это типа, чтобы все сразу же к репетитору шли? Нет. Если правда, в 10-х и 11-х классах сократят количество часов на предмет, который в прошлом году сдавало 48% выпускников, это, конечно, сильно. Мощно. Если общество знания не будут изучать до 9-го класса, а в 9-м останется только 34 урока, ну, нынешние семиклассники, восьмиклассники уже и сейчас могут вот так экзамены сделать ручкой. И поприветствовать историю в комбинации с общество знанием. Только в таком случае добро в 9-м классе никто сдавать не будет. Почему сейчас перекос идет именно в сторону истории, я думаю, объяснять никому не нужно. Про традиционные ценности все слышали? Функция женщины – рожать, функция мужчины – быть воином, защищать, все остальное. Например, про такие я этот видос на прошлом стриме разбирал. Запись есть на Бусти, а ссылка в описании. Треть тем на разговорах о важном как будто из методички по истории сбежала. Но не тема про цирк. Эта педагогическая жемчужина появилась сама собой. Прям как Афродита из пены морской. Понятно, что между уроком истории и разговором о правах и гражданском обществе сейчас выберут историю. Между обществознанием и семьеведением выберут сами знаете что. Но тот факт, что схватились за важнейший после русской математики предмет для выпускников, говорит о многом. И надо понимать, что эта ситуация коснется не только школу, но и вузы. Совершенно не удивлюсь, если через пару лет на те факультеты, где сейчас требуется обществознание, придет экзамен по истории. Скажите спасибо, если не семьеведение. Очень важно отметить. Прям таки вот гигантский восклицательный знак. Возможно, это все дезинформация и кипиш на пустом месте. Дезинформация, распространяемая сенатором. Прикольно. Еще раз. Об изменениях сообщила замглавы комитета по образованию. Сенатор Российской Федерации. Но в любом случае мы узнаем правду совсем скоро. Или просто учителей и школьников 1 сентября перед фактом поставят. Тут, правда, и финансовый вопрос некоторых заинтересовал. Что в их головах? Только программу написали, учебники начали издавать, деньги потратили и опять переделывать. И так эти программы, как мобильное приложение, обновляются. Ерунда. А зачем учебник новый разработали и закупили всеми школами? Очень странно. С другой стороны, у нас уже есть опыт переписанного учебника истории. Уж на этот и денег точно хватит. Можете не волноваться. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. Например, все записи стримов именно там. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну и отдельная, громадная благодарность отправляется министру просвещения моей страничке Boosty. Благодарю. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.